Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. А сейчас время региональных новостей. В эфире телерадиокомпания «Анапа-регион» и я, Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Помощь фермерам. Как развивать малые формы хозяйствования и чем администрация намерена помочь сельхозпроизводителям. Экскурс в историю, богатырские игры и планы на будущее. В поселке Виноградный отметили годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Краснодарский край заключил 250 соглашений, а объем инвестиций в экономику региона, по оценкам финансовых экспертов, превысит 760 миллиардов рублей. Эти цифры были озвучены сегодня во время подведения предварительных итогов 15-го международного инвестиционного форума в Сочи. Однако, по словам губернатора Кубани, говорить об успехе можно будет только после того, как будет виден конечный результат. Особое внимание Вениамин Кондратьев во время посещения форума обратил на социально значимые проекты, в числении их возведения доступного и комфортного жилья. В Анапе уже действует сразу несколько масштабных строек. Это жилой комплекс «Времена года», ЖСК «Владимирский», строительство комплекса «Анаполис». У макета будущего микрорайона Горгипия губернатор задержался. Это как раз пример комплексной застройки, где учтена не только инженерная, но и социальная инфраструктура. Это существующий микрорайон. Значит, здесь, коллеги, но самый главный вопрос, где школа, где детсады и спортивные площадки. Детсад и две школы, уже вот одна, вот вторая. Какое количество населения здесь может быть в максимальной загрузке вот этого микрорайона? Ну, если считать на 90 тысяч квадратных деталей, то где-то тысяч, наверное, 20-25. На 25 тысяч школ, сколько школ? Три школы. Три школы. Три детских сада. Хорошая идея, очень хорошая. Спасибо. Добавлю, что помимо уже действующих проектов, были подписаны соглашения о запуске новых. Это строительство детского развлекательного парка «Книга джунглей» и создание апарт-отеля «Ласточкино гнездо». Другой масштабный проект – комплексное освоение территории Черноморского побережья города-курорт Анапа, в рамках которого планируется возвести жилые комплексы «Резиденция Анаполис» и «Солнечная долина». В ответ на письменное обращение жителей поселка Большой Утриш о проблемах, мешающих комфортному проживанию на территории поселка, все начальники управления администрации города приняли в минувшую пятницу участие в разговоре с населением на месте. Среди вопросов, поднимаемых жителями Большого Утриша, вопрос о свободном пользовании колодцем технической воды. На сегодняшний день, если вы посмотрите публичную кадастровую карту, участок скорректирован. Участок вместе с колодцем исключен из земельного участка буржуа. То есть объект, подождите, как тогда и была договоренность, буржуа выполнил работы, да? Выполнил. Выполнил работы. А жительство со своей стороны ничего не сделали. То есть буржуа... Ну, давайте выслушаем уже до конца. Значит, до конца были выполнены работы, сейчас там стоит здание. То есть он, грубо говоря, благоустроил сам объект и построил здание. И участок под этим объектом, он выделен. То есть свободный подход. Не проблема и доставка в поселок питьевой воды. Начальник ЖКХ сделал такое предложение. Мы готовы вам заключить с вами договор, вам эту воду продавать. По цене, так же, как и для всех. По 36, не помню, сколько это. В районе 36 рублей за кубометр. Это тысяча литров. Но главный вопрос, беспокоящий житель Большого Утреша известие о желании арендаторов земельного участка у дороги, превратить его в строительную площадку жилого многоэтажного дома. Первый заместитель главы города Анжелика Бузунова дала обещание принять конкретные меры. Я вам обещаю, что администрация выйдет в суд о расторжении этого договора. На усмотрение суда, естественно, будет решение. Но мы будем добиваться, будем отстаивать интересы наших жителей. За счет муниципалитета здесь построим детскую площадку. На требования жителей поселка убрать мусорные баки и перенести их в другое место, а конкретно разместить их у автобусной остановки, администрация города ответила отказом. ЖКХ Абсолют работает на этой территории не один год. И знают это предприятие и его руководители, Алионида Судебор, как добросовестных исполнителей. Городская администрация продвигает систему льгот для индивидуальных хозяйств. В городе-курорте проходят ярмарки, где фермеры могут представить свою продукцию, а заодно получить полный спектр консультаций о льготах, которые предоставляет государство тем, кто занимается сельским хозяйством. На таком дне малых форм хозяйствования, который прошел в селе Цибана-Балка, побывала наша съемочная группа. Фермерская продукция, необходимая в хозяйстве инструменты и техника, здесь же представители банка, службы занятости, а также сотрудники администрации. Наталья Смоленцева приехала с мужем 5 лет назад из Кемеровской области. Говорит, что всегда мечтала работать на земле. Сейчас у них 20 дойных коз и еще около 30 молодняк. Однако в планах нарастить объем, чтобы заметили оптовики, а также чтобы было из чего производить сыр и кисломолочные продукты. Мы хотим такую ферму специализированную, чтобы это было там все условия, чтобы мы могли потом сбыт был уже по магазинам. Сыр, молоко, йогурт. И буду все сама это делать. Вот сейчас мы узнали, что можно подать на грант. Будем подавать документы в администрацию по сельскохозяйству. Там есть управляющие. И вот он нам документы, я сказал, грамотно оформит, а в мае будет он разыгрываться. Заместитель главы Анапы Александр Колесников занимается агитацией. По его словам, государственные субсидии – реально действующие инструменты. Их продвигают, консультируя фермеров или желающих заняться сельским хозяйством с нуля. Подключают территориальное местное самоуправление. Такой специальный день малых форм хозяйствования – также один из важных и действенных механизмов. Приходя на такое мероприятие, человек, имея одно желание заниматься сельским хозяйством, получает полностью всю информацию о том, сначала где взять, допустим, если он хочет приобрести поголовье, где взять поголовье, где получить кредит на приобретение этого поголовья, если недостаточно собственных средств, и какие меры государственной поддержки, именно субсидии, другие программы, то, что он может получить, если он будет заниматься этим делом. Я призываю всех, не нужно бояться, приходите. Это очень просто. Мы подскажем, объясним, как это сделать. Необходимо всего лишь собрать пакет документов. По правилам фермер сначала должен построить или приобрести, а затем государство компенсирует часть процентной ставки или затрат в зависимости от направления. Александр Колесников говорит, что деньги из краевого бюджета на эти цели администрация получает в достаточном объеме. Если в прошлом году анапские аграрии получили 10 миллионов рублей, то только с начала этого года уже в два раза больше. Виноградный сельский округ отметил годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков экскурсом в историю, а также состязаниями чудо-богатырей. В городской администрации отмечают, что здесь очень любят спорт. В настоящий момент идет реконструкция залов в спортивной школе «Олимп», а в планах ремонт открытого стадиона. Сколько этому инструменту, хозяин сказать точно не может. Говорит, что у деда он уже точно был. В выставке, которую подготовили силами территориального местного самоуправления, историческая направленность. Жители поселка Суворово-Черкесский говорят, что на подготовку ушли считанные дни. Просто посмотрели, у кого что есть на подворьях. Помимо вещественных свидетельств, еда по старинным рецептам. В этом году поселковый ТОС занял призовые места на муниципальном и краевом конкурсах. Мы в двух конкурсах участвовали, там денег где-то приблизительно около 160 тысяч. Я думаю, мы соберем собрание и люди решат, куда. У нас проблем дел много, недавно мы открыли памятник. Есть парк, который необходимо благоустраивать. Речь о памятнике генералиссимусу Суворову. Он руководил строительством укреплений вокруг еще турецкой крепости Анапа. Здесь же оружие 20 века. Сельчане отмечают день освобождения округа в ходе Великой Отечественной войны. Разрешите от именной главы администрации муниципального образования города Куртанапа Сергея Павловича Сергеева поприветствовать вас на этих соревнованиях, которые посвящены 73-летней годовщине освобождения виноградного сельского округа немецко-фашистских захватчиков. Те люди, которые это сделали, они были сильными людьми прежде всего. Сильными духом, сильными по воле. И сегодняшнее мероприятие – это тоже праздник силы. Вес покрышки более 300 килограмм. Участники соревнований по силовому экстриму подчеркивают, что повторять такое без длительной специальной подготовки просто нельзя. Здесь спортсмены со всего муниципалитета, а также из других городов. Иван Штиль из Краснодара говорит, что сначала были единоборства, потом тяжелая атлетика, последние 7 лет – силовой экстрим. На соревнованиях в Виноградном – второй раз. Потому что интересно, мне понравилось, здесь приятно. Во-первых, подготовка именно в соревновании, организация хорошая. В принципе, здесь хорошо, мне нравится, красиво. Хорошие спортсмены, достойные. В городской администрации отмечают, что Виноградный сельский округ – спортивная территория и поддерживают такое увлечение местных жителей. Идет ремонт спортивного зала в школе «Олимп». В планах начать ремонт этого стадиона. Готовится документация для участия в одной из краевых программ. Я думаю, прежде всего, это беговые дорожки, чтобы были в хорошем состоянии. Потому что у школы профилируется направление, как легкая атлетика. У них хорошие специалисты сейчас работают. И, конечно, вот их площадка, я имею в виду, сам зал спортивный, который по определенным причинам был пожар в нем. Это все восстановить. Эта спортивная база, она будет в дальнейшем играть и на развитии спорта здесь. Потому что у них хорошая волейбольная команда. Как пляжный хорошо футбол, развивается пляжный волейбол. Развитие спорта, как профессионального, так и массового – одна из основных задач, которую ставит перед собой городская администрация. Так близится к концу реконструкция бассейна «Виктория» в Анапе. Расширяется сеть площадок для занятий уличной физкультурой и воркаутом. Город стал базой для проведения командных сборов и соревнований самого высокого уровня. Это уже тоже своего рода традиция, которую в Анапе намерены поддерживать. 1 октября во всем мире отметили День пожилого человека. В Анапе ранним субботним утром на театральной площади люди серебряного возраста провели фестиваль здоровья «Солнечный круг». Несмотря на почтенный возраст, участники мерили силами в беге и скандинавской ходьбе. При помощи подручных средств создали масштабное солнце, где каждый символический лучик – это нить позитивного, ведущего здоровый образ жизни человека. Организаторами мероприятия выступили Управление по делам молодежи и Организация социальной адаптации пенсионеров «Серебряный возраст». Люди, которые собрались сегодня в центре Анапы на площади, продемонстрировали свою жизнелюбие, свою молодость души, показав свой задор, пример своим внукам, детям, как надо драться жизни, как надо дарить радость окружающему миру, людям. Сегодня произошел этот праздник благодаря нашей основной организации, которая дает пример всем волонтерам «Серебряного возраста». Это «Серебряный возраст». Особая благодарность ее руководителю, вдохновителю Дейнову, Луизе Гусаковой, которая сегодня со своими подвижниками, с помощниками из администрации города-коррета Анапы, банк «Кубанькредит» провели такой праздник ярко для жителей и гостей Анапы. В этот солнечный день участники акции получили не только заряд бодрости и позитива. Каждому был вручен памятный сертификат от организаторов мероприятия. Завершилась встреча пресс-конференции, на которой обсудили вопросы и перспективы развития волонтерских движений людей старшего возраста. А я напоминаю, что генеральный партнер программы новости производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До завтра. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова